всем привет из аверят газ газ в частном доме что это такое просто это или не просто у меня не было понимания когда начинал заниматься данным вопросом и сегодня мы обсудим первую часть данной темы в пермском крае расценник следующий вот эта граница моего участка это она сдвинута вовнутрь то есть вообще она должна где-то вот здесь проходить примерно я сдвинулся на полметра на метр вовнутрь да потому что мне так удобней газовая труба проходит ну сколько 2 3 метра от моего участка вот она и вот это расстояние вот эти два три метра стоят 40 тысяч рублей и думаешь вот ты вроде бы как заплатишь сороковку то есть там как сначала платишь 20 и 20 платишь конце когда тебе уже подвели газ оплачиваешь 20000 ну 40 и все вроде бы думаешь больше никаких проблем они тут то было дорогие мы только все начинается сейчас я об этом вам расскажу после того как вы оплачиваете 20 тысяч рублей вы идете к проектировщик я все делал через газпром без всяких там посредников конкуренция конечно есть на этом рынке но я делал через газпром идете к проектировщикам оплачиваете 7000 рублей чтоб вам сделали проект я ждал где-то месяц-полтора пока приехали сделали здесь топографическую съемку очень долго после того как сделали топографическую съемку в течение где-то может быть недели мне сделали проект я пришел забрал проект заплатил за него или от этого платил чуть не помню отнес его сметчиком сметчики считают то есть в проект что в проекте предусмотрен то есть полностью от газовые трубы от центральной газовой трубы завести вам в дом провести по дому газ то есть мне нужно было до котла и до кухни газовая плита у меня будет все это по проекту посчитали какая труба где какие датчики должны стоять котел кубатуру котель ну все 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 в проекте написано отдали сметчиком сметчики буквально там за день или за два посчитали это все в 7000 рублей входит посчитали смету смета составила где-то по-моему 42 с половиной тысячи рублей нехило эту сумму нужно оплатить в газпром после того как вы оплатили вы договариваетесь мастером когда он к вам приедет сначала ко мне приехала одна бригада они сделали всю внутрянку думающая все пройдем посмотрим я просто сначала хочу рассказать все пройдем посмотрим обязательно сначала они приехали сделали внутрянку после того как они сделали внутрянку приехала 2 где-то через какой-то через пару дней там приехала 2 бригада и сделала мне врезку это все вот входит сорок две с половиной тысячи рублей далее у нас идет что далее а сейчас необходимо мне вызвать геодезистов они делают какую-то там еще съемку я не помню как она называется могу в телефоне посмотреть с вами чтобы точно секунду это удовольствие это удовольствие стоит еще 5000 рублей вы считаете записываете да я еще просто сам не считал исполнительная съемка это еще 5000 рублей стоит сам покажу то есть вот этот кусок вот этот кусок трубы заснять 5000 рублей нехило ну куда деваться это надо обязательно сделать если была бы воздушка этого не надо было бы делать мне воздушка здесь не нужно после этого я должен съездить пожарника привести пожарника это стоит еще 1000 рублей и сделать дымоход дымоход у меня пока нет то есть здесь я купил уже трубы здесь не будет еще сделан дополнительный дымоход не от газа есть от газа коаксиальный дымоход а просто вентиляционный дымоход по моему 120 или 150 миллиметров отверстия там я должен сделать здесь дымоход я вообще пока не делал планирую делать вот пожарники должны приехать и все это дело зафиксировать подписать потом я жду технадзор когда приедет технадзор сделает проверку это бесплатно потом я должен пройти какие-то курсы там рублей 500 по моему заплатить за них потом я должен заплатить еще где-то около 5000 запуск газа заключить договор заплатить за договор там небольшая сумма за обслуживание ну в общем вот такая то есть 40 плюс 43 плюс 7 а еще забыл сказать нужно купить самому счетчик купить газоанализатора 22 клапана ктз коробку вот эту для счетчика фильтр вот он здесь ты это еще 14 тысяч рублей дымоход 14 тысяч рублей ну еще плюс вот это все сам полностью копал ну я уже где-то об этом говорил долбили я копал и теща и маша даже тут это вообще жесть была копать ну копка она как бы не входит в смету просто если вы не она входит 40 тысяч рублей вот до границы 2-3 метра остальное это уже как бы ваш можете нанимать можете так и договорить если бы я это бы не сделал то мне бы вообще бы никто бы тут ничего бы не выкопал так раз да да завтра свет отключить да на весь день так сейчас мы пройдем внутрь посмотрим что внутри так у меня тут света нету еще у меня тут котельных сейчас секунду котельные у меня тут еще ничего не доделано бардачных всякие вот эти вот газоанализаторы лежат паспорта счетчик стабилизаторы чем тут не додела напряжение смотреть более-менее нормально сейчас вот вот входит газовая труба стоит клапан я не знаю как он называется этот газоанализаторы то есть если газ здесь что-то будет он автоматически срабатывает потом идет а и перед ним идет ктз при нагреве он тоже срабатывает газ не пускает пошел сюда кран на котел потом труба пошла сюда уже меньшего диаметра так пройдем все посмотрим вот она здесь выходит я вам сейчас там покажу вот она вышла 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 пошла сюда пришла все везде гильзы эти вот эти кстати отверстия три дырки пришлось еще кстати отдельно за них заплатить за шабашки мне сделали 2000 рублей потому что у меня такую нету насадки такой поэтому я заказывал не заказывала ребята вот мне тут сделали вот сюда вышло опять ктз клапан не знаю как это называется стабилизатор короче кран вот такая вот петрушка в доме сделан то есть сейчас мы выйдем на улицу по деньгам удовольствие конечно очень сомнительно несмотря на то что у меня сейчас здесь газ есть уже все в трубе отпущен кран здесь просто закрыт я им пользоваться не могу не сказали если я буду пользоваться во первых я оплачу кубатуру но это естественно сколько мне намотает а во-вторых счетчик заставит мне а он тоже не дешевый по тысячи три по моему он стоит в принципе ребята сделали хорошо мне понравилось такие миллиметров щеки прямо ловит эти все углы очень очень качественно работа за копеечную зарплату за копеечную оклад 11000 я в шоке просто такой зарплате газпроме делают все очень качественно почему на таком расстоянии все это у меня сделано потому что у меня здесь будет облицовка кирпичом и это так скажем временно явление что тут все так сделал потом это будет все по-другому единственно что у меня смутило то здесь у меня идет железная труба тут кусок небольшой железный здесь пошла пластиковая пнд труба под газ она под воду она 2 и 2 по моему миллиметра толщиной это они сказали три или четыре миллиметра толщиной сюда пришла пластиковая труба у сколько тут пять метров здесь опять железная пошла ну как бы в целях экономии гулять вероньку вероньку сергеевну гулять повели вот такие вот дела сейчас нужно это так по моему на этой неделе ко мне приют геодезисты да сделают съемку и вот можно все это дело закапывать иначе меня затопит просто весной еще вы заметили да наверно сделано такой медный проводок это для того чтобы прозванивать газовую трубу что на пластиковую не прозвонить просто так поле проводят так что газ это конечно очень сомнительное удовольствие очень сомнительное удовольствие ну куда деваться в любом случае отапливать надо и это будет отопление газом она явно будет дешевле и проще сумму вы посчитайте уж сами сколько там получилось но это еще без оборудования то есть необходимо покупать котел котел у меня вот куплен уже необходимо покупать батареи радиатор радиаторные батареи трубы покупать всякие фитинги ну там еще в общем тысяч по 200 300 получается где столько взять денег простому люду неизвестно работать работать еще раз работать так что вот эта первая часть по газификации мною пройдено сейчас начинается бюрократия нужно собирать бумажки возить их ну и дымоход еще сделать я думаю что на самом деле ничего сложного нет ни одесса знаете что смущает почему нельзя сделать единое окно то есть пришел заплатил и там все никуда бегать и ничего не на те все в одном окне посчитали а то ты приходишь сначала заключаешь договор после договора ты идешь проектировщиком потом к сметчикам потом пожарником и туда-сюда все это бегаешь не вот это непонятно еще мне сколько раз к ним нужно приехать пока не понятно вот это меня немножко конечно смущает но в целом как бы не сказать что все это сложно все это реально все возможно но не дешево и имейте ввиду очень важный момент то есть если вы оплачиваете 20000 по договору в течение девяти месяцев вы должны сделать пуст газа вы или они без разницы а далее у каждого получается абсолютно разная разная сумма а сумма это варьируется от длины то есть от этого от границы вашей участке как далеко дом примерно полторы две тысячи стоит метр сделать если в течение девяти месяцев вы не сделаете пуст газа начинается штрафные санкции и что-то с вас там потом будут удерживать или как как там что делать они как бы не в курсе денег короче нужно минимум за сотню 150 тысяч в пермском крае где-то чтобы вот просто так себе завести газ так вот и живем ну надеюсь этот сюжет вам понравился всем спасибо за внимание удачи пока пока а